Развитие лёгкой атлетики в нашем муниципалитете очень способствует проведение престижных соревнований. В Кубке губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике, который прошёл в Славянске-на-Кубани, приняли участие представители элиты кубанского и отечественного спорта. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. Поклонники лёгкой атлетики не зря пришли в минувшее воскресенье в Славянский спорткомплекс Олимпийц, чтобы понаблюдать за состязаниями. Они смогли увидеть спортсменов высокого уровня, которые постарались выступить в полную силу. Более ста легкоатлетов из 20 регионов России боролись за право стать сильнейшим, каждый в своём виде. На торжественном открытии соревнований всех собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Есть хорошая поговорка «Только в здоровом деле может быть здоровый дух». Поэтому я рад, что всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на клубах губернатора Краснодарского края проходят уже в который раз многократно и традиционно в городе Славянске на Кубани. В крае очень много делается благодаря поддержке губернатора Венина Ильича Кондратьева. Строятся новые объекты, развивается и в целом поддерживается спорт. Поэтому я всем желаю больших и малых побед. Своим выступлением церемонию открытия украсили юные артисты из танцевального клуба «Академия». После добрых напутственных слов спортсмены разошлись по своим секторам. Статусные соревнования на кубах губернатора проходят в Олимпийце не в первый раз. И для этого здесь созданы все условия. Мы очень любим проводить их в городе Славянске на Кубани. Это прекрасная база. Олимпийцы всегда приветствуют нас и всех участников соревнований очень хорошо. Выступают сильнейшие спортсмены страны со всех уголков нашей страны. Очень много мастеров спорта международного класса, мастеров спорта. Все надеются показать высокие результаты перед чемпионатом России, который состоится в феврале месяце в городе Москве. Первыми на пьедестал почетов зашли спортсмены, выступившие в толкании ядра. Мастер спорта Константин Лядусов стал лидером с результатом 19 метров 34 сантиметра. Свой вид спорта он любит и считает очень интересным. У нас такой очень интересный вид спорта. Тут надо во всем быть сильным и в скорости, и быстрым быть, и в гибкости, и в координации. Удовольствие я получал сегодняшний день. Как всегда, все на высшем классе в Славянске проходит. Как у себя дома я выступаю. Анжелика Сераусова выиграла серебряную медаль, толкнув ядро на 14 метров 10 сантиметров, установив тем самым свой личный рекорд. Конечно, ее эмоции только самые положительные. Я очень рада, что поставила личный рекорд, но это не предел. Я еще дальше буду стремиться к мастеру обязательно. Очень крутые соревнования, классная организация, мне все очень здесь нравится. В секторе для прыжков в длину у женщин отлично выступила Екатерина Левицкая. Прыжок далеко за 6-метровую отметку, а она улетела на 6 метров 21 сантиметр, на самом старте сезона может быть настоящим украшением состязаний. Кубка у меня не было еще ни разу. Я очень рада и счастлива, что все-таки мне удалось его получить. Планов много, конечно, да. На чемпионате России, конечно, хочется быть в призах, естественно. Хотелось бы выполнить, наконец, мастера спорта международного класса. Надеюсь, получится. Будем работать, будем стараться. Всегда привлекают внимание зрителей зрелищные прыжки с шестом. Состязания, по которым проходили в рамках Кубка губернатора. Славянская прыгунья Дарья Игнатова преодолела рекордную для нее высоту в 4 метра 30 сантиметров и победила в этом старте. Сегодня как раз тот день, когда получилось хоть чуть-чуть реализовать то, над чем мы работали. Плюс сейчас мой тренер находится в отъезде. Я очень хотела его порадовать, несмотря на то, что он далеко. Ну вот, получилось, что удачный день у меня сегодня. Сейчас у нас впереди чемпионат России. Я уверена, я очень хочу там показать наиболее высокий результат, чем я показала здесь. Потому что там будет еще более праздничная атмосфера, там будет конкуренция, там будут другие девочки. А, как говорится, результат раздается в конкуренции. Спортсменка настроена очень оптимистично, считая, что у нее есть отличные возможности для роста результатов. Славянец Ярослав Кутковой завоевал серебряную медаль соревнований, преодолев планку на высоте 2 метра 15 сантиметров. Соревнования проходили динамично и все время держали зрителей в напряжении, поскольку они болели за своих любимцев, желая им победы. Очень напряженная была борьба в барьерном беге на 60 метров. Дисциплина сложная, требующая немалого мастерства. Нижегородец Анатолий Киселев был лучшим, не оставив своим соперникам шансов на лидерство. Обычный гладкий бег предрасположен к широкому и быстрому шагу. У нас больше частоты, больше подъема бедра. Ну и, естественно, обработка барьера – это тоже очень сложно. Над этим тоже очень много приходится работать. Упорная работа, взаимодействие с тренером. Очень много попыток, ошибок. Очень много проделанной работы. Это мой новый личный рекорд, и я доволен результатом. Анна Ватропина, которая взошла на высшую ступеньку пьедестала почета в барьерном беге, всегда с радостью участвует в соревнованиях в нашем городе. Ей здесь сопутствует спортивная удача. Я приезжаю сюда и чувствую себя уже тут как дома. То есть я очень люблю этот манеж. Мне кажется, это один из, наверное, самых лучших манежей вообще у нас в России. Поэтому, как правило, я показываю здесь хорошие результаты. И каждый год сюда приезжаю с большим-большим удовольствием. В хорошей компании бежится намного быстрее, намного лучше, чем ты бежишь без какого-то соперничества. Поэтому, да, с соперницам большое спасибо. Они меня мотивируют. И результат, как правило, получается намного лучше. Олеся Солдатова из Денского района ветром пролетела по дистанции в 60 метров, преодолев ее за 7 минут 47 секунд. Да, я очень рада, что победила. На этом старте я второй раз. В прошлом году я была вторая, в этом первая. И поэтому я очень довольна. Конечно, очень много нюансов. Здесь и сила, и важно хорошо выйти с колодок, дистанционно держать скорость. То есть много нюансов. Поэтому, кто говорит, что это легко, ну пусть пробегут, пусть выиграют. А так, конечно, все дистанции тяжелые. Я бегала весь спринт. Начиная от 400, я бегала 800. И короткий вот сейчас спринт бегаю. Поэтому тяжело все. Кубанские спортсмены с большим отрывом выиграли эти соревнования, став сильнейшими в большинстве легкоатлетических дисциплин. Впереди в этом году у прекрасных атлетов еще немало состязаний разных уровней. К ним уже началась напряженная подготовка. С тем, чтобы добиться еще более впечатляющих побед. Андрей Вишневский.